Трещины вот эти вот, всё пошло, света тут нету, боимся проводить. Пока ремонт вообще не можем начать делать. Песок постоянно, грязь, это вот осыпается, он оседает ещё. Жители дома номер 46, расположенного по улице набережная, много лет живут не в самых лучших условиях. Построенный в далёком 1961 году, дом пережил уже три наводнения. Из-за отсутствия подвалов основание здания порядком подмыло, и до сих пор в подъездах видно, что грязная вода стоит под домом и не уходит. Отдавшись на растерзание старости, строение начало покрываться мелкими трещинами, словно морщинками. А когда на первом этаже в квартире номер 3 нынешней весной ещё и прогремел взрыв, трещины превратились в зияющие дыры в стенах. Выбитые взрывной волной окна и сейчас стоят разбитыми. Соседи не знают, где находятся хозяева уничтоженной квартиры. Боятся, что брошенные в разбитое окно окурок или зажжённая спичка в считанные секунды могут испепелить весь дом. Лидия с двумя детьми живёт на втором этаже, прямо над взорвавшейся квартирой. Девушка рассказывает, после происшествия полы, в прямом смысле слова, проебаются на первый этаж. У нас дома стала сырость, потому что квартира тоже просырела, и в связи с тем, что она просыхала, вся сырость, влага поднялась к нам. И у нас даже дома сейчас ощущаете, что у нас очень влажно. Также стали скрипеть полы, образовалась трещина на стене, это именно в момент взрыва. И вообще, в принципе, боюсь находиться в этой квартире с детьми, потому что никакой экспертизы проведено не было. С трёхмесячным ребёнком на руках Лидия пыталась хоть как-то заняться ремонтом квартиры. Обращалась в администрацию железнодорожного района, в управляющую компанию «Домремстрой» и даже в правоохранительные органы. Я обращалась в правоохранительные органы с требованием, чтобы они мне дали постановление о том, что был факт взрыва. Они мне отказали, потому что я по делу не прохожу, ни по терпевшим, ну как бы никем. Они не имели права мне эту тайну разглашать. Дальше обращалась в «Домремстрой» – это наша управляющая компания, к Николаю Ивановичу, директор этой управляющей компании. Но и там девушка не получила внятного ответа. Кроме того, как рассказывает молодая мама, на просьбы провести хоть какой-то ремонт или остекление выбитых окон, директор управляющей компании «Домремстрой» не принял от Лидии заявление, пояснив, что это неважно. Сейчас подготовкой дома к зиме занимается подрядная организация «Стройком». Только вот проблема – капитальный ремонт может быть сорван из-за невозможности попасть в опечатанную квартиру. В полном объеме завершить работу не представляется возможным, в связи с тем, что нет допуска в одну квартиру на первом этаже. Это важно, потому что коммуникации проходят именно под полом в данном доме, потому что подвала нет. Естественно, работы в полном объеме выполнены быть не могут. В опечатанную квартиру нет допуска, и подрядчики не могут туда попасть и произвести там работы по капитальному ремонту, канализации и теплоснабжению. Опасения собственников вполне оправданы, ведь если подрядчик не попадет в опечатанную квартиру, то с наступлением холодов промерзнет вся система теплоснабжения. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.